Я выделил один из атомов и попробую воспроизвести связи, которыми связываются атомы. Я увижу, каким образом структура построена. Благодаря пористой структуре из этого вещества можно делать фильтры для очистки воды. Вредные соли оседают на нем и не могут пройти сквозь так называемую решетку. Химические соединения со сложным названием «координационные полимеры» в жизни используются часто. Из них делают детали электронных устройств, контейнеры для перевозки газов. Это соединение алюминия. Образно говоря, оно умеет дышать. Если в это пространство между атомами попадает газ, то вещество как бы расширяется. В быту его можно использовать как газоанализатор, к примеру, для определения в помещении наличия природного газа или угарного. В Самарском университете разработали базу данных, в которой можно посмотреть о нем буквально все. К примеру, даже год, когда было синтезировано вещество и все его структурные и физические свойства. Созданием полной базы данных таких веществ занимается молодой ученый Евгений Александров. За основу взял сведения из Кембриджского университета. Всего в перечне около 70 тысяч различных соединений, но комплексно их еще нигде не изучали. На свои исследования Евгений на два года получил грант суммой в 900 тысяч рублей. Аналоги, скажем так, они были сильно урезаны, они сильно ограничены в применении. У нас есть значительные преимущества, которые как раз и стоят в разрабатываемых нами методах. Мы можем практически бесконечно расширять эту базу данных, развивать ее и добавлять новые и новые свойства. В том числе мы можем эти свойства рассчитывать и предсказывать. Каждые 4-5 лет количество координационных полимеров увеличивается примерно вдвое. Пополнять базу данных, уверен Евгений, можно бесконечно. Ученый говорит, обширные знания об этих соединениях помогут разрабатывать так называемый дизайн химических веществ, то есть специально наделять конкретные соединения нужными свойствами. Алина Чемерис, Станислав Левин, События.